Музыка Музыка, наверное, это уже мое состояние души, поскольку я с детства занимаюсь музыкой, и этим занимается моя мама, она также скрипачка. Поскольку я была окружена музыкой, я всегда думала, что вообще каждый человек обязан играть на каком-то инструменте. И эта часть — неотъемлемая часть жизни каждого человека. И, естественно, у меня никогда не стояло вопроса, заниматься или не заниматься. С детства, конечно, было много конкурсов, много концертов, много разных мероприятий, которые воспитывали в себе, наверное, какую-то такую дисциплину, какую-то такую выдержку, какой-то интерес постоянный был — выучить что-то новое, достичь новой какой-то цели, победить на конкурсе. А сейчас это для меня даже что-то большее, чем просто победы или какие-то цели. Это, наверное, состояние души, просто когда без этого уже не можешь жить. Ты считаешь это частью себя, это твой способ выразить свои эмоции, связать себя как-то с другими людьми, передать им то, что ты чувствуешь, передать это через музыку, через какое-то состояние, через атмосферу, которая возникает во время исполнения. Хочется, чтобы с помощью таких позитивных эмоций у людей рождались интересные идеи в искусстве, в жизни, чтобы было хорошее настроение. Когда приходят люди после концерта и говорят, это навело меня на какие-то другие мысли. Я обдумала свою жизнь или какие-то новые идеи. Это, конечно, всегда очень радует. И хочется творить еще и еще. И, конечно же, радует, когда этим заражаешь других людей, этим энергетикой. Когда к тебе прибегают и хотят услышать еще, и хотят с тобой какой-то творческий проект организовать. И, наверное, когда у меня нет каких-то, может быть, частых концертов, я уже чувствую себя немножко не в своей тарелке. То есть мне хочется этого. Это потребность организма уже практически, в которой я привыкла. И, наверное, даже в самом плохом настроении, чтобы выйти из этого состояния, ты берешь свой инструмент, и тебе становится легче. Ты хочешь творить, ты хочешь какую-то новую идею внести. И, может быть, даже пересматриваешь какую-то интерпретацию в связи с этими эмоциями. Мне кажется, что, в принципе, все люди должны в время, в времени возвращаться именно к классической музыке, поскольку это настраивает и гармонизирует общее состояние человека. Он становится где-то спокойнее, где-то у него какие-то просто воспоминания на него находят. Но в целом это делает его счастливым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok